Слово двадцать пятое. Кавви Петру, ученику своему. Что ты написал ко мне «Хочу принести покаяние Богу о грехах моих, если Господь избавит меня от горькой, какую имею заботы мирской», то хорошо сказал, если избавлюсь от дел века сего, по велику невозможно уму пищи с о том и другом, как и Господь сказал, «Не можете Богу работать и мамоне». Мамона означает «всякое делание мира сего». Итак, если не оставит его человек, то не может служить Богу. В служении же Богу какое другое есть, как не то, чтобы не иметь в уме ничего чуждого Бога, когда благословляем его. Ни похотения, когда молимся ему, ни злобы, когда поем ему, ни ненависти, когда поклоняемся им, ни злой ревности, полагающей нам препоны, когда приседем ему, ни срамной сласти в членах наших, когда воспоминаем о нем. Ибо все сие, мрачные стены суть, объемлющие бедную душу, и не может она чисто служить Богу, имея в себе это. Препоны полагает ей это в воздухе и не дает ей встретить Бога и в сокровенности благословить Его и помолиться Ему в сладости любви, в приятности сердца и в желании святом, чтобы просветиться от Него. Оттого ум помрачается всегда и не может преуспеть по Богу, что не заботится разумно от сечь сие. Невозможно же Ему озаботиться от сечь сие, если не станет Он беспопечительным о делах века сего. Одна забота обращена вовне и промышляет о вещах века сего, в упокоении тела, другая же внутрь об удовлетворении страстей и строит препоны добродетелям. Но душа не видит сей внутренней страстной, если не освободится от внешней. Посему Господь Иисус сказал, что всякий, не отрекшийся от всей воли Своей, не может быть Моим учеником. Внешняя попечительность от произволения, а внутренняя от внешнего действования. Господь наш Иисус, зная, что на то или другую царит воля, повелел отсечь ее. По элику ум мертвится, пока душа заботится о внешнем, то внутренние страсти проявляют тогда свои воздействия уже без раздумывания, без удержки. И так, если душа послушается Слово Иисуса отсечь все хотения свои, то начинает ненавидеть всякое делание мира сего. И тогда возбуждается ум и стоит, пока не низвергнет их из дома своего, внимая непрестанно душе и охраняя ее, чтобы не возвратилась вспять к тому, что причиняло ей напасть. Душа, подобно замужней молодой женщине, которая, когда муж ее отойдет на сторону, без страха и стыда не заботится с усердием, как бы следовало о том, что в доме. Когда же придет муж ее в дом свой, она тотчас в страхе отстанет от того, что делано было ею, и начинает хлопотать о всем по воле мужа. И он, пришедший, хлопочет о домашних вещах по всему, в чем имеется нужда. Таков и ум. Когда возбудится он, то печется о душе и хранит ее непрестанно, пока она родит с ним, и он воспитывает чад ее. И, наконец, они бывают одно сердце. Душа покоряется уму, и покоряется она ему, как написано в апостоле. Глава же жене муж и еще. Муж не должен есть по кровати главу, образ и слава Божия сый. Жена же слава мужу есть. Не есть бы муж от жены, но жена от мужа. Ибо не создан бысть муж жены ради, но жена мужа ради. Всего ради должна есть жена власть иметь на главе, а ангел ради. Обаче не муж без жены, не жена без мужа, о Господе. Яко же бы жена от мужа, сица ему с женою, вся же от Бога. Слово «сия» относится к тем, кои сподобились соделаться едино с Господом и не имеют уже прежнего образа. Сии суть, молящиеся Богу в чистоте. Сии суть, благословляющая Бога в сердце святом. Сии суть, просветившиеся от Бога. Сии суть, истинные поклонники, каких ищет Бог. Сии суть, о коих сказал Он, вселюся в них и похожду. К ним относится сказанное им, что если двое согласятся между собою, то о чем бы они не просили во имя Его, все будет им. Итак, Он хочет, чтобы свои Ему были чисты от всего вещественного и видимы, и сокровенно в душе, и от всего, что упразднил Он в теле Своем через воплощение Своё, как сказал, будете во Мне и ас вас. Видишь, братья, что прежде желает Он, чтобы мы были в Нём делами, тогда и Он будет в нас ради чистоты, по силе нашей. Но скажет кто, я стал быть в Нём через крещение, жизнь же сделать соответственную тому не могу. Послушай, возлюблене, всеконечно, приемлющий крещение приемлет Его в упразднение греха, как сказал апостол, «С погребохом соубоему крещением смерть, да упразднится тело греховное, якок тому не работайте нам греху». Ибо невозможно Христу пребывать со грехом вместе. Посему, если вселился в тебя Христос, то грех умер. Дух же живет правды ради, как сказал ещё апостол. «Ибо мужатая жена живу мужу привязана ей с законом, ащели же умрет муж ее разрешиться от закона мужеского». Тем же оба живу сущу мужу прелюбодейца бывает, ащи будет муж ее иному. Ащели умрет муж ее свободно есть от закона, не быть ей прелюбодейце бывшей мужу иному». Итак, желающий узнать, вселился ли в нем Христос, познает ей своих помыслов. Да, коли грех влечет сердце, да то ли Бог не вселился еще в него, и дух его не нашел еще себе в нем покоя, ибо Богу подобает вселяться в человеке тогда, когда он сделает соответственные тому дела, и человеку быть в Боге, когда душа его освободится от страстей, как сказал апостол, «Прилепляясь со сквернодейце, едино тело есть с блудодейцею, прилепляясь с же Господеве, един дух есть с Господем, ибо всякая неестественность именуется блудницею». Итак, когда душа освободится и минует все преграждающее ей путь в воздухе, то есть восхождении к Богу, тогда начинает она быть в Боге и приемлет от духа его посказанному, что «Прилепляясь со Господеве, един дух есть с Господем», и он научает ее, как молиться, ее, поклоняющейся ему непрестанно и прилепляющейся к нему. И он пребывает в ней, руководя ее и упокоевая непрестанно, открывая ей почести и дарование своей неизреченной, ибо она возрождается от него через крещение и через вдуновение духа его, как написано, рожденный от Бога не согрешает и лукавый не прикасается ему, як от Бога рожден есть. Как сказал он в Евангелии, аще не обратитеся и будете, як от дети, не внидите в Царство Небесное. И опять, будьте, как новорожденные младенцы, словесное млеко вожделевающе, да о нем возрастете. Толкование на Евангелие от Матфея стих 24 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». «Тогда когда же, когда обличил Петра, небожелая показать, что Петр, удерживая его от страданий, погрешает, он как бы так говорит «Ты удерживаешь меня, а я говорю тебе, что не только вредно будет для тебя, если я не пострадаю, но ты не можешь спастись, если и сам не умрешь, равно и всякой другой, муж ли той или жена, бедный или богатый». «Сказал, если кто хочет, чтобы показать, что добродетель есть дело свободы, а не принуждения. Идет же за Иисусом не только тот, кто исповедует его Сыном Божиим, но и проходит путем всех бедствий и переносит их. Говорит «отвергнись себя», речением означая совершенное отречение от самого себя, так чтобы, например, не иметь никакого попечения о теле и житейских потребностях вообще, но презирать самого себя. Так мы обыкновенно говорим, такой-то человек отказывается от такого-то, вместо того, чтобы сказать, не признает его ни другом, ни знакомым. Итак, всякому нужно оставить любовь к телу, чтобы взять крест, то есть возлюбить смерть и ревностно искать смерти, и при том позорный, какова и была смерть крестная у древних. И следуй за мною. Распинаются на кресте многие разбойники и воры, но они не ученики мои. Потому пусть последует мне, то есть покажет и всякую другую добродетель. Отвергается же самого себя тот, кто вчера был невоздержан, а ныне стал воздержан, каков был Павел, отвергший себя по его собственным словам, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Он принимает и крест, умерший и распявшись для мира. Стих двадцать пятый. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Призывает нас к подвигу мученичества, кто отрицается Христа, тот приобретает душу для настоящей жизни, то есть спасает, но он погубит ее впоследствии. А кто теперь погубит ее, но ради Христа, кто претерпит мучения ради его, тот обрящет ее о внедлении и жизни вечной. Стихи двадцать шестой и двадцать седьмой. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Положен, говорит, что ты приобрел весь мир, что пользы в благоденстве телесном, когда худо состояние душевное. Это то же, что хозяйка дома в рубище, служанке в светлых одеждах. И в будущей жизни никто ничего не может представить взамен своей души. Здесь можно плакать, воздыхать, творить милостыню, там нельзя. Ибо там встретит нас судья неподкупный, который судит каждого по делам, а вместе страшный, который придет во славе своей и с ангелами, а не в уничиженном виде. Стих 28. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем. Сказав прежде о будущем пришествии сына человеческого во славе своей, теперь, чтобы они поверились сему. Говорит, что некоторые стоящих здесь увидят, сколько для них возможно славу второго пришествия в преображении, а вместе показывает, в какой славе будут пострадавшие за него, ибо каким светом просияла во время преображения его плоть, подобным сему просветятся и праведники. Имеет же здесь ввиду Петра, Иакова и Иоанна, которых он взял на гору, и которым показал царство свое, то есть образ будущего пришествия своего и просияния праведников. Поэтому и говорит, что некоторые здесь стоящих не умрут до тех пор, пока не увидят его преображение. Заметь, что видят светлейшее преображение Иисуса и преуспевают в вере и заповедях те, кто постоянны и тверды в добре. Дослышат это все те, которые стыдятся крестных страданий Христовых. Если и Верховный Апостол, и при том, когда не понимал еще всего ясно, назван Сатаною за то, что устыдился креста, то какое извинение найдут те, которые при всей очевидности отвергают это таинство. Если слышат такой упрек, названный блаженным и исповедавший божество Христово, то подумай, чему подвергнутся те, которые и ныне отвергают таинство креста. Христос не сказал, Сатана говорит твоими устами, но иди за Мною, Сатано. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23. Потому что противник именно желал того, чтобы Христос не страдал. Вот причина, почему он с такую силою обличил Петра. Он видел, что и Петр, и другие всего более того боялись и не могли спокойно слышать. По той причине он обнаруживает и тайные его мысли, говоря, не мыслишьи, я же суть Божия, но человеческая. Что значит не мыслишьи, я же суть Божия, но человеческая? Евангелие от Матфея глава 16 стих 23. Петр, заключая о деле по человеческому и плотскому рассуждению, думал, что страдание для Христа позорно и несвойственно. И так, проникая в его мысли, Христос говорит, немало не несвойственны мне страдания, но ты так судишь по плотскому разуму. Напротив, если бы ты в Божественном Духе, освободившись от плотских помыслов, высказал сказанное мною, то понял бы, что это мне весьма прилично. Ты думаешь, что страдать для меня низко, а я тебе говорю, что эта мысль не страдать мне от дьявола. Так он страхом противного рассеивает боязнь Петра, как Иоанна, когда тот почитал низким для Христа креститься от Него, он убедил крестом, сказав, так уподобает нам. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15. Как и самому Петру, когда не давал ему умыть ног своих, сказал, аще не умыю ног твоих неимаши части со мною. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 8. Так и здесь. Он вразумил Петра страхом противного и силою обличения уничтожил страх, возбужденный мыслью о страдании. Итак, никто не стыдись достопоклоняемых знаков нашего спасения, которыми мы живем, и начало всех благ, которыми существуем. Но как венец будем носить крест Христов, через него совершается все, что для нас нужно. Нужно ли родиться, предлагается нам крест. Хотим ли напитаться таинственную пищу, нужно ли принять рукоположение или другое, что сделать, везде предстоит нам этот знак победы. Потому то мы со всяким тщанием начертываем его и на домах, и на стенах, и на дверях, и на челе, и на сердце. Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего владыки, который яко овча на заколение ведесе. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Потому когда знаменуешься крестом, то представляй все значение креста, погашай гнев и все прочие страсти. «Когда знаменуешься крестом, пусть на челе твоем выражается живое упование, а душа твоя делается свободную». Без сомнения вам известно, что доставляет нам свободу. Потому и Павел, склоняя нас к этому, и разумея свободу нам приличную, упомянув о кресте и крови Господней убеждает такими словами. «Ценою куплене есть те, не будете раби человеком». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 23. «Помышляй, говорит, о дорогой цене, какая заплачена за тебя, и не будешь рабом ни одного человека, а под дорогою ценою он разумеет крест». «Не просто перстом должно его изображать, но должны этому предшествовать сердечное расположение и полная вера. Если так изобразишь его на лице твоем, то ни один из нечистых духов не сможет приблизиться к тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого получил смертельную рану». «Если и мы с трепетом взираем на те места, где казнят преступников, то представь, как ужасается дьявол, видя оружие, которым Христос разрушил всю его силу и отсек главу змия. Итак, не стыдись столь великого блага, да не постыдит и тебя Христос, когда придет во славе своей, и когда это знамение явится пред ним, сияя светлее самых лучей солнечных. Тогда крест этот самым явлением своим как бы скажет в оправдание Господа пред целую вселенную и в освидетельство, что с его стороны все сделано, что только было нужно. Это знамение и в прежние, и в нынешние времена отверзало заключенные двери, оно отнимало силу у вредоносных веществ, делало недействительным яд, оно врачевало смертоносные угрызения зверей. Если оно отверзло врата адовы, отворило твердь небесную, вновь открыло вход в рай и сокрушило крепость дьявола, то что удивительного, если оно побеждает силу ядовитых веществ, зверей и всего тому подобного.